Борис Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первым вопросом сразу же не могу вам его не задать. Были ли вы знакомы когда-нибудь с вашим тезкой Борисом Березовским? Я знаю, что вы не родственники. Ну да, я встречался с его мамой, я, кстати, не знаю, она жива или нет, но у нее был замок подаренный Борису Абрамовичу во Франции. Она решила, так как и было очень скучно, то один из ее телехранителей начал играть на фортепиано, там стоял в рояле, и она решила дать ему советы у какого-то профессионального музыканта и позвонила мне, видимо, так как... Ну, имя, фамилия, да. Вот, и я выслушал действительно этого музыканта, правда, немножко поиздевался, сказал, что ему уже можно начинать карьеру, и почему бы не купить ему самую лучшую фирму, и пускай записывает. Вот на этом дело все закончилось. Она подарила огромное количество игрушек моей дочке, Барби и всяких-всяких таких штучек. А не обижают вас, вот то, что, когда все говорят, вот Борис Березовский, Борис Березовский, и сразу же возникают ассоциации не с великим музыкантом, а вы действительно великий музыкант. Слушайте, ну, как-то на обиженных воду возят, или что-то в таком духе. Есть такая пословица, я абсолютно не обижаюсь. Наоборот, я считаю, что мне повезло в каком-то смысле пиара, потому что люди затрачивают огромное количество денег, чтобы, так сказать, раскручивать свое имя, а мне вот, пожалуйста, моя тезка все уже сделала, но, правда, можно сказать, у него не очень позитивный образ. Да и финал, собственно, тоже. Да, да, да. Есть еще то, что вас объединяет. Вы долгое время жили в Великобритании, 10 лет. Нас еще кое-что объединяет. У нас был суд в Англии. У меня был первый развод, и, надеюсь, последний в жизни в Англии. И он судился с Абрамовичем, правда. Я-то проиграл свой суд при разводе, и, в общем, тоже уехал оттуда полуголом. Но то же самое, что и с ним. Так же, друзья, в Лондоне не судитесь. Друзья любовь, да, с любимыми друзьями. Приезжайте просто в Англию смотреть футбол и пить пиво. Вот вам вообще не чуждые эксперименты. Вы в одном из интервью сказали, что даже смело могли бы выступить с кем-то из поп-звезд. Там отмечали творчество Анжелики Варум. Да, обожаю. Да? Серьезно? Конечно. Но она вот не поступала, я не знаю, может быть, звонков от ее менеджеров или от нее, что вот, Коля, что вы так высказались, великий пианист классический. Я не думаю, что часто академические музыканты отмечают ее творчество. Ну, я думаю, что у нас все впереди. У нас дуэт еще состоится, и Агутин может уже... А его бы взяли в три улицы? А вообще есть какие-то табу в музыке? Ну, знаете, это же немножко абстрактная такая штука. Хорошо. Музыка какая вам? Не нравится? Не нравится? Да нет такой музыки, которая бы не нравилась. Самое главное, чтобы это делалось талантливо и хорошо. Это есть единственное. Либо скучно, либо нравится, либо не нравится. Это та же венская классика. Взять Моцарта, у него там половина симфонии, слушать невозможно, они скучные. А вообще композиторы той эпохи какие-то гениальные. Ну, а что это говорит? Возьмите любую абу, возьмите. В конце концов, я недавно прослушал все их песни. Из них действительно вот хиты, там 20-25 песен. Все остальное, они же написали сотни, слушать очень скучно. Это не самое их лучшее произведение. Так что этот принцип, он везде работает. Вы играете также на концертах, где написано на афишах «Борис Березовский, солист и дирижер». Это как? То есть вы сами, сидя за роялем, руководите оркестром посредством музыки, взглядов, я не знаю. Нет, я вообще не руковожу оркестром. Я считаю, что это камерная музыка, и мы можем справиться без дирижера. У меня будет эксперимент в этом году. Я играю огромный концерт Брамса без дирижера с госоркестром в Москве. И это будет замечательно. Для меня самое волнительное и интересное событие. Потому что я не люблю все эти дирижерские дела. И вы, кстати, один из немногих музыкантов, кто отмечает, что дирижер вообще, собственно, его роль преувеличена. О, абсолютно. Об этом я убежден. Но дело не в том, что преувеличен. Он должен, естественно, нужен кто-то, кто выбирает репертуар, кто, может сказать, дисциплинарно. Как тренер в команде. Если ты плохо тренируешься, то пошел вон. Необходимы такие люди, ну что делать? Вот такая жизнь. Может, я ошибаюсь. Но с другой стороны, смотрите, вот если тренер в команде, тренер может в процессе игры заменить игрока на поле. А если это какой-нибудь волейбол, там взамен, сами знаете сколько. А дирижер же не может в середине произведения из-за кулис где-то сказать, так вот, там не может. За четвертым пунктом скрипка плохо играть на дорогу. Да, пожалуйста, вы правы. Дело не в дирижерах. Я хочу подчеркнуть, потому что ко мне сейчас много вопросов, потому что я действительно везде говорю об этом. Дело в том, что исполнитель не может быть великим. Я так считаю. Пианист, дирижер, любой исполнитель, он может быть хорошим. Все разговоры о величии дирижера, пианиста, они скрипача и так далее, они разбиваются об один простой тест. Вы слушайте запись и пойдите различить, кто играет. Тем не менее, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что вы еще не раз порадуете тюменскую публику своей хорошей игрой. И душа полетит. Спасибо большое.